На флагштоках развиваются двуцветные полотнища. Зелёный символизирует надежду и радость, красный – мужество и стойкость. Приднестровские флаги украсили площадь, откуда стартует праздничный марафон. Здесь первые лица бендер и защитники Приднестровья, ветераны и общественники, жители и гости города, молодое поколение приднестровцев. За 25 лет пройден огромный трудный путь становления и развития. И сегодня главная цель – укрепление единства и сплочённости многонационального народа Приднестровья. Сегодняшними успехами и достижениями мы обязаны тем, кто стоял в республику. Нелёгкие годы испытаний, кто хотел видеть наш край самостоятельным, экономическим и политическим государством. Сегодняшнее оберение дата – это определённый рубеж в нашей истории. За этим стоят годы упорной борьбы за независимость и свободу, созидательный труд во имя становления и создания нашего родного края. За 25 лет республика, созданная волей народа, доказала своё право на жизнь, на признание, на дальнейшее экономическое и социальное развитие, отмечали в этот день с трибуны. Государство, которое мы с вами провозгласили, которое создали, которое отстояли, которое развиваем, сегодня исполняется 25 лет. Это уже солидный возраст. И мы доказали, что нашему государству быть на этой земле. Оно, несмотря на все экономические, политические, информационные блокады, мы живём и на зло вражегам развиваемся. Почётное право поднять государственный флаг предоставили председателю городского совета ветеранов Юрию Ильяшенко и одной из лучших школьниц Бендер – Елизавете Бадановой. Флаг города поднимал председатель союза защитников Бендер Анатолий Булда. Сегодня бендерчане во главе с руководством города прошли шествием к самому дорогому и памятному месту – мемориалу памяти и скорби. Для Бендер – день рождения республики – особый праздник. Это и радость, и скорбь. Сотни жителей нашего города отдали свои жизни в защиту идеалов Приднестровья. И сегодня бендерчане поклоняются тем, чьи имена на века застыли в камне. Благодарят тех, кто защитил нашу государственность и день 2 сентября вписал в историю. В день республики цветы легли и к ряду других памятных мест. Школьники и общественники посетили аллею героев на Борисовском кладбище, памятный знак расстрела колонны гвардейцев, мемориальные плиты в честь погибших казаков и ополченцев. Жанна Настас, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.